У Чаратая Улусоя 10 миллионов подписчиков в Инстаграм, но он об этом не знает. Стало известно дата премьеры долгожданного фильма Ильхана Шена и Джимри Байсель «Кино про любовь». По хриллее Эбджен прокомментировала слухи о кризисе на съемочной площадке рекламного ролика. Добрый день, друзья! В эфире наша рубрика «Ежедневные новости турецких сериалов». Я отвечаю на ваши вопросы по вторникам, ну а в остальные дни вы можете следить за новостями Трудизи в нашей группе. Подпишитесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Пынар Денис поздравила своего коллегу по сериалу «Приговор» Уура Аслана с днем рождения. Уру исполнилось 50 лет. Напомним, что он также является супругом сценаристки сериала «Симы Эргеникон» и появляется практически в каждом проекте, который пишет его жена. Они давно и счастливо женаты, у них есть дети, так что прекрасная пара Трудизи, которая очень гармонично дополняет друг друга. Ну а сериал «Приговор» будет завершен в мае или июне. Скорее всего, четвертого сезона не будет. Во всяком случае, об этом уже официально было объявлено. Появились новые фото «Гюкче Акилдис» от визажиста Мюге Аджувен. «Гюкче» снимается в новом историческом сериале «Салахазин Айюби», но, к сожалению, играет не главную роль. Телеканал ТРТ-1 публикует новые промокостеры сериала «Стазка из пепла». Я напоминаю, что премьера запланирована на 15 февраля, четверг, и в центре сюжета история молодой девушки по имени Азге, всегда Эргенджи. Она работает поваром, но ее жизнь радикально меняется после того, как она встречает красивого и очень богатого человека, Арата, Гюкхан Алкан. Они влюбляются, женятся, но после переезда в семью мужа Азге осознает, что ее прекрасная сказка начинает превращаться в кошмар. У мужа не все в порядке с прошлым, над ним висит загадочная гибель его первой жены, плюс все родственники относятся к Азге не очень приветливо. Этот сериал является вольной адаптацией романа Ребекка. Появилась информация, что, вероятно, телеканал Стар ТВ будет транслировать сериал «Соседняя комната» по средам, то есть конкурентами станут сериалы «Основание осман», «Моя прекрасная жизнь», «Запах сундука» и «Одна любовь». Вообще, у меня большие надежды на этот проект, поскольку сценарист Барыш Гюнгер очень хорошо всем известен по первому сезону сериала «Зимородок», плюс режиссер Чары Вила Лустувалы ранее работала над сериалом «Квартира невинных». Каст очень сильный, так что я надеюсь, что история нас не разочарует. В телеканал ФОПС ТВ добавил промо-постер Неслихан Елдан, которая играет роль мамы Айдан в сериале «Беспощадный». Как мы уже убедились, мамочка будет еще та штучка, настоящая стерва, и попортит кровь нашему главному герою. Аккаунт Чатая Улусуя, который сейчас играет главную роль в сериале компании Айя Пым для ФОПС ТВ «Беспощадный», преодолел отметку 10 миллионов подписчиков в Инстаграм. Мне любопытно, вообще заметит это событие виновник торжества, или же он об этом узнает в последнем. Я думаю, что именно второе более соответствует его характеру. К Инстаграму он относится только как к инструменту для работы, и не более того, и очень редко его обновляет. Но, тем не менее, 10 миллионов подписчиков приобрел. Первая серия сериала «До тебя», главный ролик которым исполнят Альп Навруз, Синем Юнсал и Ильпери Шахинкая, выйдет на экраны во вторник, 13 февраля. Режиссером сериала стала Фериде Кайтан, а сценарист – Башак Ангигюн. Мехмед Чивик присоединился к касту проекта в роли Джабара. Его персонаж появится в третьей серии. Я напоминаю, что канал «До» перенес сериал «Три сестры» со вторника на субботу, чтобы освободить место для этого проекта. То есть надежды на него возлагаются серьезные. Оправдают он их или нет, мы узнаем уже в ближайшее время. Замечательная новость для поклонников талантливого актера Фирата Таниша. Он вновь вышел на сцену со спектаклем, который идет уже восьмой год. Это его 500-е выступление, юбилейное. Оно поставило рекорд по длительности среди частных театров Турции. В конце выступления он выразил благодарность ЮНИСЕФ за поддержку и признательность тем, кто пришел его поддержать. Свой гонорар за это представление он перечислит в помощь пострадавшим от землетрясения, произошедшего год назад. Юкхан Алкан, который возвращается на экраны в новом сериале «Сказка пепла», высказал свою точку зрения на тенденцию улучшения своего внешнего вида с помощью эстетических вмешательств мужчинами и сказал, что четких взглядов на эстетику у него нет. Каждый сам должен решать, что ему делать. Но не стоит этим слишком увлекаться, поскольку теряется мимика актера и это достаточно неприятно. Сам он лично предпочитает избегать изменений во внешности искусственных. Для него эстетика мужчины – это прежде всего его волосы. Кубилайака, который вернулся на экраны в популярном сериале «Жемчужные зерна», в новом интервью заявил, что для него в любви самое важное – это спокойствие. И он не имеет больших ожиданий от отношений. Я напоминаю, что с Кубилаев периодически случаются какие-то неприятные ситуации, как раз связанные с его отношением к женскому полу, так что его некоторое разочарование вполне понятно. Сериал «Беспощадный» вчера был на повестке дня в соцсетях с хэштегами «Гадар» и «Дакхан». Рейтинги сериала выросли, но зрители требуют, чтобы в проекте больше внимания уделялось мужским персонажам, а не любовным разборкам. И хотят видеть, когда Хан расправляется с врагами, они бегают за от бывшей возлюбленной Айдан. То есть, если это мужской сериал, то будьте добры, драки, противостояние с врагами, экшн-сцены и так далее. Я надеюсь, что это замечание создатели учтут, тем более, что режиссер проекта работал раньше над сериалами «Чукур» и «Внутри», так что он прекрасно знает, как делать красивые экшн-сцены. Ну, а Чаатай прекрасно умеет драться и может великолепно исполнить то, что задумал режиссер. Кстати, Уур Илдеран, который снимается в этом проекте и в то же время работает над экшн-сценами в качестве постановщика, также раньше снимался и работал над этими сценами в сериалах «Внутри» и «Чукур». У него большой опыт. Мервей Чагаран появилась на обложке февральского номера журнала «Гардероб». Я напоминаю, что прямо сейчас Мервей снимается в новом сериале телеканала «Фокс-ТВ» «Отщепенец». К сожалению, сериал не очень удачный. Я думаю, что его могут заменить на другой проект, который уже готовится. Но пока работа у нее есть и прекрасные фотосессии тоже имеются. Я напоминаю, что Экин Коч возвращается на экраны с Руи Умута в сериале «Камень, ножницы, бумага», который выйдет на канале «Канал Дэ». Канал очень активно рекламирует этот проект. Я надеюсь, что будет удачная адаптация корейской дорамы. Она была популярна, и я надеюсь, что турецкий ремейк тоже получится успешным. Посмотрим в ближайшее время, нам уже станет ясно, получился сериал или не получился. И замечательная новость для поклонников Ильхана Шина и Джимри Байсель. Наконец-то их фильм «Кино про любовь» выходит на экраны 26 апреля. Я напоминаю, что еще в прошлом году он должен был выйти в кинотеатры в Турции. Но произошло не очень приятное событие. Продюсеры поругались с прокатчиками, хотели больше кинотеатров, чем прокатчики им предлагали. И несмотря на то, что даже провели галопремьеру фильма, прокат он не вышел. И вот, наконец, прокатчики и продюсеры договорились. И 26 апреля мы, наконец-то, увидим этот проект на турецких экранах. Очень неприятная новость для поклонников Аксены Рулу. Она отказалась от участия в съемках сериала «Осья», основанного на книге Чарльза Диккенса «Кружка Дорит» из-за постоянных переносов съема. По той же причине сериал покинули у Юджил и Дарья Алабара. Похоже, каст сериала будет полностью обновлен. И вообще, будет ли сериал, если его все время переносят, бывает и отменяют затем. Мне очень жаль, что Аксен не получила эту роль. Вернее, отказалась от этой роли. Поскольку она идеально подходила под образ, созданный Диккенса. Но, может быть, найдут кого-то другого. Посмотрим, как получится. Если начались переносы, если уходят актеры, то ничем хорошим это закончиться для проекта обычно не может. Фильм «Молодая мама» с Гюксиазой в главной роли за три недели проката посмотрели 1 миллион 500 тысяч зрителей. Это очень хороший результат. В Турции мало ходят в кинотеатры. И миллион зрителей считается уже хит. Дальше начинаются уже хорошие кассовые сборы. И бывает 5-6 миллионов. Но это очень редко. Это всего несколько фильмов получили в истории Турции. Полтора миллиона – это очень приличный результат. В очередной раз Гюксиазой доказала, что она прекрасный сценарист и прекрасная актриса, которая умеет развеселить зрителей турецких. Может быть, нам не всегда понятен турецкий юмор, но так же, как и турки, не всегда понимают русский юмор. У каждой страны, у каждого народа юмор достаточно специфичен. Сирай Кая была замечена в районе Нишанташи. Я напоминаю, что сейчас актриса снимается в сериале «Отщепенец». И она сообщила, что компания «Медья Пым» предлагает своим актерам очень хорошие условия работы. 12-часовую рабочую смену, 5 дней в неделю, 2 выходных дня. Это прекрасные условия, честно говоря. Другие компании могут заставить работать и 35 часов в день. Да, я понимаю, что в сутках всего 24 часа, но бывает, что актеры работают буквально двое суток без сна и, в конце концов, не могут на камеру даже улыбнуться. Такие случаи тоже есть. Здесь прекрасные условия работы. Конечно, они устают, 12 часов – это не шутка, но идут на работу с радостью. Тем более, что Каан Йилдерем – очень удобный партнер, и она с ним счастлива работать. К сожалению, рейтинги у проекта не очень хорошие, так что я боюсь, что скоро ей придется искать другую работу. Очень жаль, она прекрасная актриса. Фахрия Эвджен ответила на появившиеся новости о кризисе с трейлером на съемочной площадке нового рекламного ролика, и она написала, что «Если вы перестанете придумывать новости о моей жизни, мне, наверное, уже будет скучно. Не понимаю, как кто-то может приписывать мне проблемы, которые не имеют ко мне отношения. Желаю вам здоровья, мира и счастья». Очень сдержанный и очень вежливый ответ на очередное хамство со стороны турецкой прессы, которая выдумывает все эти истории только для того, чтобы заработать. И все прекрасно это понимают. У актера Али Сюрмели взломали аккаунт в Инстаграм и использовали страницу для публикации рекламы. Актер создал новый аккаунт и обратился к прокуратуру для того, чтобы провели расследование и наказали виновных. Нилсу Берфин Ахташ, которая готовится к возвращению на экраны с сериалом «Не бойся я с тобой», который снимает компания МФ Япым, получила награду «Лучшая начинающая актриса» на церемонии вручения премии Иту Эмэс Эвотс. Вообще, как я уже не раз говорила, премии в Турции имеют чисто номинальное значение, престижных нет, но на мир посмотреть и себя показать никогда не лишнее для молодых актрис. А теперь давайте посмотрим на рейтинг пятницы 9 февраля. Сериал «Клюквенный шербет» потерял немного в «Тутал» и в «Абэ». Но в принципе, проект компании «Голдфильм» остается лидером пятницы и небольшая потеря аудитории для него несущественна. Лидерство он завоевал очень тяжело, вспомните, что в прошлый сезон, целый сезон, он бодался с сериалом «Семородок», главным своим конкурентом, и пока уступать лидерство не хочет. Перспектива третьего сезона, я думаю, уже всем понятна, и, скорее всего, он будет продлен. Сериал «Семородок» потерял немного в «Тутал», но вырос в «Абэ». Проект продюсера Анура Гевинатама удерживает аудиторию, хотя несколько проседает в «Тутал», и это наблюдается уже не первую неделю, так что в данном случае не очень хорошая тенденция, но я думаю, что ее все-таки можно переломить. Аудитория привязана к этому сериалу, зрители его любят, и потери пока не критичны. Они не отражаются на судьбе проекта, и я думаю, что третий сезон, который был уже обозначен, все-таки состоится. Но будет ли он успешным, или, по примеру других суперхитов, в третьем сезоне пойдет снижение рейтингов, это сейчас сказать невозможно. Сериал «Беспощадный» вырос в обеих категориях. Проект «Айяпым» обретает свою аудиторию медленно, но уверенно, и положению в эфире у него ничего, и его положению в эфире ничего не угрожает. Во-первых, потому что он уже успешно продается за рубеж, и даже начался показ в России, например. Но пока мы не знаем, сколько серий будет у сериала. Учитывая, что Чаотай подписывает контракт на определенное количество серий, обычно на один сезон, и у него уже есть два фильма и один сериал на Нетфликс, я думаю, что его контракт будет такой же, как и у Кыванча Татлытуа, то есть на 30 серий. Хотя, может быть, даже и меньше, поскольку в фильме про Кажу Юсуфа ему придется очень сильно потолстеть. Роль предполагает изменение внешности. Так что, если фильм намечен, например, на осень, то уже продолжения Гадара в осеннем сезоне не будет. Но надеюсь все-таки, что Юсуф будет зимой, и тогда осенью нас ждет продолжение этой истории, так же, как и было у Кыванча. Сериал «Жар птицы» вырос в Тотал, но потерял в АБ. Сериал продюсера Мехмеда Баздаа удерживает своих зрителей в Тотал, достаточно уверенно, но в АБ дела обстоят не очень хорошо. Впрочем, телеканал АТВ не очень много внимания уделяет именно АБ. Поэтому я думаю, что проект удержится в эфире до конца этого сезона, но, конечно, следующий сезон с такими рейтингами невозможен. Итак, наш новостной выпуск подошел к концу. Я встречусь с вами уже завтра с новым выпуском. А пока вы можете смотреть мое видео с ответами на ваши вопросы о турецких сериалах и актерах по ссылке на видео, которое вы видите прямо перед собой на экране. Приятного вечера. До завтра.